У нас сегодня спикеры из онлайн-медиа и достаточно разных, и это не может не радовать, и мы сегодня будем узнавать, а что же такое вообще для начала для вас, для ваших редакций, что такое вообще новости, меняется ли какое-то вообще представление о том, какие они должны быть. И что происходит в этой сфере. Да, я думаю, что для начала стоило бы в принципе понять, что такое новость для каждой из редакций, потому что одна редакция понимает новость по-своему, другая в каком-то другом ключе. Я предлагаю начать тогда, может быть, с Марины. Марина, вы не против? Начнем с вас. Что такое новость и как вы, как главный редактор, понимаете ее? Я думала, мы начнем с понятия эмоций, что такое эмоции, потому что столько вопросов на самом деле. Первое, это то, что, наверное, для полноты картины хотелось бы здесь увидеть, например, представителей информационных агентств, потому что мы здесь, в принципе, по формату представляем достаточно похожие медиа. И в то время как для информационного агентства, конечно, главный продукт, который они делают, это новости, у нас все-таки новость – это один из форматов. Причем я не могу даже в процентном соотношении сказать, сколько там у нас новостей, сколько материалов других жанров, потому что в современном мире, в современных медиа все настолько смешалось и перепуталось. И я не могу сказать, что это плохо. Нет вообще, потому что просто все слишком быстро меняется. И, ну, в традиционном понимании, конечно, новость – это короткое информационное сообщение о каком-то событии, которое вот произошло и, собственно, является, в котором мы сообщаем что-то новое. Но, например, сегодня там вот эти все события в Китае, коронавирус, столько разных материалов выходит, где там новость, где расширенная заметка, где там, я не знаю, интервью. Есть ли время, есть ли необходимость все это разделять на разные жанры в то время, как нам важно рассказать подробно, рассказать максимально, донести читателю именно ту информацию, которая максимально полно сообщит то, что ему нужно, необходимо знать об этом. То есть есть теоретически такое понятие, как новость в чистом виде, но в современных медиа все слишком сильно перемешалось. И делить на пьюр-новость и не пьюр-новость, наверное, нет большого смысла, за исключением, конечно, если это не информационное агентство. Мы, в общем-то, осознанно как раз и не приглашали информационное агентство в такую компанию, потому что у них как раз, в общем, все понятно. А сегодня мы хотели бы расширить эту тему и посмотреть, как трансформируются новости. И на самом деле, вот я бы хотела, чтобы к вышесказанному вот следующие спикеры добавили свое мнение. А вы, ну, правда считаете, что у вас новости такие же, как на Тутбай, или они все-таки отличаются? Частично такие же иногда отличаются. У онлайнера есть какой-то свой стиль и подходы, но по коронавирусу, наверное, мы в одинаковом темпе работали и с одинаковых сторон все это освещали. Давайте по поводу новости. Новость — это пылью и пеплом покрылись все учебники из журфака, поэтому будем считать, что новость — это какое-то событие. Все. А потом новость или требует какого-то продолжения доработки или не требует... А что никогда не может быть новостью на онлайнер? Пьяный сын убил пьяную мать. А если мать была трезвая? Да, но при этом, если он расчленил и выбросил ее в свистлочь, тогда да. Ну, границы размыты. Опять же, те жанры, которым нас учили, они на самом деле перемешались, согласен с Мариной. Часто приходится субъективно калибровать что-то, но это чувство опыта помогает только. Иногда промахиваешься. Ну, нет этой, как она называется, разделительной линии красная, да, или как там называли. Этой линии нету, поэтому иногда на ощупь. Но в целом есть какие-то принципы редакции, что не может быть новостями, то есть о чем мы не пишем. Точно так же это касается новостей, которые, наверное, это может чуть позже, этого коснемся дзен-новости условные. Одинаковые новости, которые уходят у всех, там, Олегров опять беременна и все прочее. Вот такие тоже штуки мы не ставим. Все как мы любим. Трафик новости, давайте их назовем так. Какой тест на новость у вас выздает? У нас всегда был тест, то есть мы выходили на рынок в 2012 году с этим, и до сих пор это, в принципе, остается. Но вот вы такой момент подловили, что как раз у нас сейчас информационная повестка стала меняться. То есть вот это как бы интересно для нас, интересный эксперимент. У нас все было, танцевали мы вокруг того, именно вокруг эмоций. То есть мы всегда танцевали вокруг того, это будет интересно читать или нет. Я согласен абсолютно с коллегами, что жанры и все, и стили, и все, что угодно, размылось в силу того, чтобы, ну, просто эпоха наступила такая, да. То есть вот эта информационная тревожность, она у всех есть. И тут уже очень часто как бы, ну, пытаешься что-то схватить. Иногда бывает такое, что выдаешь что-то за новость, на самом деле это не новость. Но тут уже, мне кажется, даже не это важно, а просто, ну, работаешь ты с эмоциями или нет. Конечно, информировать, то есть вот если говорить о Тутбайе, об онлайнере, ну, очевидно, что если лидеры они, то они обязаны, про Комсомольскую, правда, то же самое, они обязаны в первую очередь информировать нас, в том числе нас, да. То есть более мелкие издания, потому что тут, ну, чего греха таить, мы друг на друга смотрим, друг у друга берем, кто-то с чем-то выходит, мы смотрим, работает, не работает, если работает, забираем себе. Это как бы хорошо, с другой стороны, это всегда вечная проблема, а сейчас вот в эпоху вот как раз эмоциональных этих новостей это становится действительно очень большой проблемой, то есть когда мы там начинаем анализировать, что вообще происходит с заголовками, чисто с заголовками. Помните, да, Куку делала вот этот мем, сколько-то, пять лет назад, да, как бы подавали медиа заголовкой, если выпадет первый снег, в нашем случае, если выпадет первый снег, да, и буквально обновили его там месяц назад. То есть тут очень интересно посмотреть, как вообще поменялись, поменялись подходы к заголовкам у медиа, и, ну, действительно там, ну, там революционные, скажем так, то есть подходы, они однозначно у всех сменились. Но с другой стороны, я говорю, проблема того, что вот эта эмоциональность, чрезмерная очень часто эмоциональность, ориентированная на читателя, ориентированная на дзен, еще там на два, на три, на десять пунктов, она, конечно, в этом смысле так, ну, немножко губительна. Сергей, я могу вас попросить объяснить термин эмоциональная, информационная тревожность, что вы имеете в виду под этим? Ну, это все вот это вот скролл, 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 то есть, боже, только бы не пропустить, боже, что там произошло, кто там, у кого кто-то родился, ну, если соцсети обычно читать, не читать, а как бы обычный интернет-пользователь, да, то есть ты боишься, почему люди постоянно торчат в соцсетях в разных, потому что боятся пропустить что-то, ключевое слово бояться. То есть мы можем признаваться в этом, не можем признаваться, но, в общем-то, там уже тревожность, она все-таки основывается чаще всего на страхах, на каких-то. И это, да, это может быть не тревога, прямо руки потеют, но тревожность, что-то я вот могу сейчас упустить. На нас, как медиа, лежит ответственность за это? Или это привычка, которая сформировалась? Ну, это надо, это хороший очень вопрос в плане того, что я подозреваю так, что это нужно сейчас очень сильно иметь всем нам в виду, то есть как это будет, в какую сторону, ну, то есть я думаю, что это будет шататься и в хорошую, и в плохую сторону. Понятно, что, ну, медиа всегда несут ответственность, это мы все прекрасно знаем, и там мы не будем писать, что, типа, коронавирус в Беларуси нашли, потому что на самом деле не нашли, но хочется написать, потому что хочется же там и предупредить, с одной стороны, а с другой стороны же хочется и трафик сорвать, ну, то есть это такие вещи, как бы, вот. Ну, вот, а по поводу тревожности, это да, это надо учитывать, то есть, ну, однозначно. Ну, и медиа в этом смысле, конечно, работают скорее на то, чтобы этот уровень тревожности повышать чаще всего, но это не со зла, что называется, ну, просто потому что, да, ну, жизнь сложная, жизнь вообще сложная штука, то есть тут же вообще ничего не попишешь. Окей, спасибо. Да, по поводу формата, ну, у нас там четко, да, есть новостная лента, которая предполагает публикацию в себе определенного формата новостей, да, там порядка, там, тысячи знаков, ну, вот это, наверное, и есть те новости, ну, о которых можно говорить как новости, да, это в основном рерайты, либо собственная какая-то информация, но в малом формате, вот, но зачастую все трансформируется, правильно коллеги говорили, то есть, ну, зачастую новость, она, новость, как новость существует, там, первые 10-20 минут, может быть, да, потом она перерастает в что-то большее, и появляются какие-то, не знаю, комментарии, появляются какие-то люди, появляются какие-то эмоции, она превращается во что-то другое, поэтому говорить вот так вот, что вот там это новости только, а это не новости, ну, мы тоже не можем так делить, да, сложно. А вот эта эмоциональная увлеченность, то, что Сергей говорил, она тоже, она есть, она на самом деле беспокоит в том плане, что зачастую за счет эмоций новости, которые, наверное, не стоили бы внимания на самом деле, за счет эмоций они вытягиваются и создают информационный шум, информационную картину, забивают твое сознание, твое время, и все, и с этим сложно бороться. Поэтому эмоции, кажется, зачастую, может быть, и не нужны в некоторых новостях. Делить, не делить, сложно, сложно. Все трансформируется, все живет, и на сайте, тем более понятно, в газете, да, там проще. Напечатал, и все, ты с этим ничего сделать не можешь. На сайте все это может трансформироваться, дополняться, переливаться одно из другого, превращаться там в что-то большее, поэтому сложно сказать, где новости, где не новости. Ну вот тут вспоминали Олегрову, а на комсомолке какие новости вообще не могут появиться вообще? Я прям не могу сказать, какие совсем не могут появиться. Не, ну конечно, все маргинальщину мы стараемся не делать, да. Но зачастую тоже новости, ну вот, знаете, первичная новость сама, да, информационное сообщение, зачастую оно может обмануть, да. За ней можно потерять на самом деле важную новость и пропустить, и сказать, а мы это не делаем, да. Потом у всех это где-то выплывает, вылазит, оказывается, это немножко не то, что мы подумали. Вот, а зачастую бывает, да, мы что-то беремся, делаем, а потом за это, ну, немножко стыдно, скажем так, да. Да, потому что, наверное, это не стоило делать, но от этого тоже не откажешься и не убьешь это там, да, и не скажешь, этого не было, мы тут ни при чем. Ну, поэтому такого прям совсем списка у нас жесткого нет, все по ситуации. Аллегрова, да, будет, это наше все. Александр заметил, что вот бытовые какие-то криминальные истории вряд ли стоит ставить, но если мы вспомним там новейшую историю нашу, то криминальные разборки, как правило, законно, ну, не все, конечно, но вот последняя история с учительницей, которую два брата убили, в общем, помним, что это смертный приговор, это, конечно, всегда очень важные события, которые, ну, невозможно игнорировать, ну, и таких за последнее время, там, Бобруськи, где там у нас была еще такая недавняя история. Я, на самом деле, еще хотела сконцентрироваться на слове эмоции, да, и от кого они исходят. То есть если у нас эмоции идут от ньюсмейкеров, ну, само собой, они могут быть и в тексте, и даже в заголовке. Вы все понимаете, что, ну, понимаете, явно обращали внимание, что как в лонгридах, так и в заметках. Часто у нас в заголовок выносятся цитаты. Раньше это было только в лонгридах, теперь в новостях это сплошь и рядом, особенно если там что-то сказал президент, или вот там даже сегодня истории из Китая, когда, конечно, там, белорусы, которые живут в Китае, передают свои эмоции, это все выходит в заголовок. Другое дело, когда мы говорим об эмоциях и оценках со стороны журналистов, там, эпитеты ужасные, шокирующие и так далее. Вот это непозволительно. А с другой стороны, если ньюсмейкер что-то говорит, да, или, ну, герой материала, то это разные вещи, это надо разделять. Спасибо. Я вот хотела бы перейти к такой немножко редакционной кухне и спросить наших сегодняшних спикеров, у вас из каких человек вообще состоит вот этот вот отдел новостей, потому что понятно, что источник новости – это и пресс-релиз, и кто-то что-то в соцсетях написал, и, может быть, это человек сам добыл новость, честно, не будучи информагентством. Каким образом вы добиваетесь или не добиваетесь единой какой-то стилистики? И есть ли какие-то редакционные, не знаю, правила именно для новостников? Вы знаете, у нас нет прям такой новостной службы в полном смысле этого слова. Есть отделы, которые мониторят каждую свою делянку, да. Отдел экономики слизь за тем, что случается в экономике, отдел политики за политикой, отдел происшествия за происшествиями. Вот, поэтому каждый обрабатывает свою делянку, свои новости. Дальше другой вопрос, кто там пишет, да, какой-то новостник просто делает какой-то рерайт, может быть, с релиза, либо там с какого-то новостного агентства, либо мы начинаем раскатывать эту тему и берет ее там уже полноценно. Один, два, три журналиста там, да, может быть, кооперируются, делят ее и начинают над ней работать. Вот, ну, примерно так. И по поводу... Вчера второй вопрос был. А, почему единобразие достигаем? Ну, потому что работаем в одном издании. Да, и все понимают правила, по которым мы работаем, стилистику, по которой мы работаем. Вот, обучены. Ну, есть редактура, которая, в принципе, следит за тем, чтобы стилистика была соответствовала стилю, как смысл и правды. Но с маленькой редакцией, очень маленькой редакцией. Сколько человек сейчас у вас? В редакции? Я не скажу. Не очень, но я боюсь опозориться. Нет, на самом деле у нас в новостной службе, вот, грубо говоря, человек, который занимается новостями, он один, номер один. При этом есть редакторы, в том числе и я, которые помогают. Понятно, что один человек, ну, как бы, грубо говоря, не справится. Поэтому мы, в том числе из-за этого, немножко сейчас меняем свое отношение к новостям, новостную повестку свою немножко меняем и так далее. Но мы ищем все втроем. Ну, он у вас непонятное дело, что ищет, и там звонится, вычитывает там и так далее больше всех. Для того, чтобы, как мы это приводим, ну, вот, как Андрей сказал, ну, понятное дело, что есть, ну, грубо говоря, там 8 лет, да, существуем. То тут уже любая там мартышка, которая придет на экскурсию в CityDoc, посидят там 2 часа или там неделю. Ну, понятно, что и она сможет, в общем-то, делать новости. Плюс у нас есть мануал, я думаю, что тоже, ну, насколько я точнее знаю, у всех коллег тоже есть мануалы. То есть, понятное дело, они для того и делаются, чтобы вот, пришел новый человек, ты дал, он почитал и все. У нас в мануале написано, начиная от того, где и как мы ищем новости, заканчивая тем, какой KPI у новостника есть. По поводу, вот, кстати, у меня просто немножко так срезонировала Марина про эмоции в заголовках. У нас несколько лет назад очень четко стояло, что мы не цураемся, ну, белорусской мовы ясно, и эмоциональности тоже в заголовках. Причем мы позволяем себе в заголовках новостей быть эмоциональными. То есть, это наша была одна из фичей, которая была в начале, в самом, сейчас, конечно, мы немножко поутихли, потому что, ну, too much этого всего на рынке, по крайней мере, то, что мы отслеживаем. Но, в общем-то, я, например, считаю, что не нужно этого бояться. Почему? То есть, нужно четко понимать, что, как бы, эмоциональность, она вообще для журналистики, для новостной, в том числе, во всем мире, это не какое-то открытие, это не белорусское ноу-хау, это то, что, как бы, развивалось годами, если не десятилетиями и столетиями. То есть, та же бульварная, там, условная журналистика, которую мы называем, да, или там журналистика, которая на грани, то есть, новости, которые, так, еще чуть-чуть, и там что-то случится, да, то есть, которые позволяют себе говорить, там, фантастика писать в заголовках, или вау, или о боге, там, и прочее, 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 она есть, она имеет право на жизнь. Просто мы, как бы, на мой взгляд, привыкли к тому, что, вот, все-таки такая немножко скудность, а я считаю, что скудность белорусского медиарынка, то есть, ну, как я говорю, у нас должно быть не один тут-бай и один онлайнер, а пять тут-бай, шесть онлайнеров и десять ситидогов, как в любой нормальной стране, которая в два раза, может быть, меньше нас. У нас, к сожалению, понятно, почему этого нету. Поэтому мы, как бы, привыкли, что какие-то стандартные журналистики, вот, классические, они должны быть, но есть еще и не классические, и мы, как бы, вот, за это тоже не то, что цеплялись, но, как бы, никогда этого не боялись. А понятно, почему нет денег, политическая ситуация, отсутствие журналистской культуры, отсутствие запроса. Ну, то есть, это вечно этот белорусский тренос, как бы, что вы тут, о чем, зачем о нем говорите? Ну, я вот хочу сейчас на этом месте просто вбросить еще дополнительную такую, ну, вещь. Сергей сказал о том, что эмоции нужны. Мы понимаем, конечно, что любая информация, она так или иначе вызовет эмоцию аудитории. Ну, это логично, для этого, в общем-то, журналистика и работа, для того, чтобы давать информацию, но какую эмоцию вызовет у аудитории тот или иной материал, здесь, конечно, есть возможности конструирования, и есть новости разного порядка. И просто скажи, пожалуйста, вот что для вас, как для редакции, где стоит вот граница между tone of voice, где редакция говорит, разговаривает со своей аудиторией, и там, где вы подаете именно информацию, но с таким учетом, что там вас читают не дураки, и они сами должны сделать какие-то выводы, без какого-то дополнительного влияния на них. Ну, для нас вообще граница однозначная. То есть если заголовок начинает искажать реальность, искажать смысл, искажать, в конце концов, саму новостную повестку, ну, сам инфоповод, да, то понятно, что ну все, ну, то есть это стоп, однозначно. У нас, в нашем случае, допустим, мы можем написать там, вау, смотрите, какая книга вышла в издательстве Коско, да, белорусская молна. То есть зачем мы это делаем? Для того, чтобы просто читателя немножко еще и подцепить, чтобы читатель обратил на это внимание. То есть, конечно, мы можем написать и по-другому новость, и по-третьему, и по-четвертому я имею в виду заголовок. Ну, вот сейчас мы решили написать так, вау, это эмоция или не эмоция? Ну, очевидно, что эмоция, конечно. Искажает она смысл? Нет. Потому что, действительно, мы хотим обратить внимание, читатель, на наш взгляд, на наш взгляд редакции, это крутая новость, крутая книга, и, ну, говна мы предлагать не будем, да, то есть про плохую книгу мы бы так не писали. Все, вот это как бы мерило. Можно там писать, посмотрите, какая книга там, которую вы обязательно купите, тут уже стоит вопрос. Это, во-первых, эмоционально, не эмоционально, но однозначная эмоция есть. Искажает она истину, не искажает? Искажает. Ну, потому что совершенно не факт, что человек будет покупать. Это такое, опять же, я просто накидываю примеры, просто чтобы была понятна логика. Но, опять же, как бы мы сейчас от этого не то что стараемся уходить, но стараемся быть с этим инструментом очень аккуратно, потому что, ну, в сложное время мы живем. Я сейчас вспомнил, что недавно ставил какую-то новость и использовал слово, наверное, жуткий или кошмарный. Ну, что-то такое, впервые в жизни, наверное. Ну, ничего, я не почувствовал грузей и совести никаких. Как новости живут пять минут у нас, так и воспоминания о них, наверное. Мы вау не пишем, ну, и не писали, не потому что не было таких запретов, ну, культура так, наверное, не сложилась, и традиции какие-то редакционные. Но есть такая штука, как коннотация. Это просто порядок слов, например, какой-нибудь, или легкое прилагательное одно вместо другого. Вот такое мы себе позволяем. Я не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, что читатели ждут от своего СМИ и от своих журналистов, в том числе каких-то расшифровок. Мы все-таки не информагентство, мы не сообщаем о приезде, о прилете или еще что-то. Ну, кроме этого госсекретаря. А насчет работы редакции, как у вас устроено? То есть тоже, как и у Андрея, то есть как-то все по своим тематическим коридорам? Наверное, я не работал в «Консомольской правде», но, наверное, как у Андрея, да. Он сказал, что у них так, у них нет отдельных новостников. У нас не было никогда отдела новостей, и нет. Сейчас есть четыре отдела, есть универсальные журналисты. Вот мы сейчас в моем разделе эксперимент проводим с какой-то рационализацией, пытаемся выставлять дежурство, порядок наладить. Не очень получается, все хромает, но всегда есть следящий, то есть мониторящий человек, который смотрит информагентство, ведомство. То есть новость на нем. В это время остальные занимаются лонгридами, поездками, командировками, интервью. Все. Ну, зачем он? Я не знаю, нам не нужно отдела новостей пока что вот в нынешней ситуации. У нас и людей-то не так много. Ну, побольше, чем, простите. Больше, чем один? Побольше, чем некоторых. Но недостаточно даже для расселения по территории Беларуси, то есть для создания сетки. А у вас в редакции есть какие-то правила, чего делать нельзя? Ну вот. Ну нет, курить понятно. Не о сигаретах, кроме как какие новости не ставить или чего еще делать нельзя? И какими словами, не знаю, все, что относится к редактированию новостей, написанию новостей? Ну, субъективизм лишний, наверное. Его иногда приходится корректировать, убирать. Ну, это мое личное мнение. Может быть, я не прав. Мы же не всегда тут трендсеттеры. Посмотрите, как телеграм-каналы влияют на повестку, к которой можно, ну, все, наверное, по сравнению с нами. То есть нам приходится что-то подтягивать и менять. Поэтому я, как выпускник журфака, старый человек, убираю вот какие-то вещи, которые неуместны, мне кажется. По поводу эмоций в заголовках я специально сейчас порылся, нашел кейс по поводу искажения, да, искажения реальности, искажения факта. Это кейс, это кейс нашей Нивы, который перепечатывали, кстати. Перепечатывали заметку Тутбай и изменили заголовок, да, как казалось бы. Так вот, в оригинальном тексте Тутбай речь была о том, что у белоруса украли телефон, когда он был в Грузии, значит, и он потом выследил этих, да, да, Грузии. Да, это была классная история. Да, была классная история. Так вот, у Тутбая был на 100% нейтральный заголовок. Извините, вот я сейчас оригинальный заголовок найти не могу, зато он нашел заголовок нашей Нивы. Белорус за салодой сачил, за житцем грузинской семьи, якая скрала ягу мобильник. Да, в этом заголовке появляется новость, не новость, появляется эмоция определенная, да, как бы заголовок автоматически становится, ну, с моей точки зрения, более кликбейтный, чем был у Тутбая. Да, у Тутбая был фактически безэмоциональный заголовок. Но этот заголовок искажает факт, да. Не только телефон, еще какие-то другие вещи, потому что это никем не доказано. И из доказательств там было всего лишь то, что они даже не изменили там какие-то настройки личные, и просто фотографии появлялись в облаке, да, но это же не значит, что они украли телефон, они смогли купить краденый телефон, к примеру. То есть здесь еще вот это искажение может быть. Марина, а можно задам вам вопрос, если мы говорим о ситуациях, в которых эмоция в медиа возможна, например, ограничимся, допустим, тремя-пятью ситуациями, которые исчерпывающе позволяют журналисту, редактору определить, что да, здесь мы можем позволить эмоцию. Что это будет? Ну, определенно это то, что называется инфотеймент. Вот посмотрите, или там у нас есть раздел фото и видео, и там есть всякие неожиданные ситуации, где у тебя эмоции даже не только в заголовке, у тебя эмоции в картинке, да, ты видишь картинку и уже настраиваешься на определенный лад. Вот, то есть если мы говорим о каких-то, ну, серьезных новостях, наверное, то это в меньшей степени возможно, хотя там, условно, там, Лукашенко мясо с картошкой, ой, как там было у нас, на ночь, да? Конечно, ты выносишь этот заголовок, потому что, ну, а как? Президент запретил, хотя это тоже будет, в принципе, эмоционально, запретил белорусам есть картошку с мясом, вот. Жесточайше запретил. Потом, допустим, эмоция у тебя будет всегда, если это какая-то история, либо мотивирующая, либо просто жизненная история, какая-то человеческая, да, когда у тебя в центре внимания не, собственно, событие, а личность, тогда у тебя определенный, причем снова, это скорее будет цитата, это скорее будет деталь, это будет изображение, то есть там выражение лица, ну, в смысле, изображение, я имею в виду фотографии, да, это не будет у тебя какая-то оценка, или ты не будешь создавать настроение читателя, используя вот совсем прямые эпитеты вроде там «жуткий» опять, да. Ну, с «жуткий» мы определили, сейчас поищем другие слова. Ну, то есть ты не будешь настраивать на настроение вот таким прямым топорным способом, да, какой-то совершенно, ну, каким-то совершенно топорным эпитетом, ну, типа шокирующий, да, а скорее ты передашь деталь, там, цвет какой-то определенный, одежда, как одеть человек. У нас есть совершенно невероятный Стас Коршунов, который настраивает на эмоцию, используя у него там в одном лиде, например, отсылки, вот, например, «Игра престолов», к примеру, к, не знаю, там, что-нибудь, литература какая-то более классическая, да, но это как бы уже для, там, определенной аудитории. Но, то есть у тебя есть эмоции определенно, то есть ты создаешь настроение человеку, и, конечно, когда мы рассказываем о людях, это, я считаю, не только возможно, но и нужно, потому что ты, почему ты рассказываешь о людях, да, ты, у тебя нет новости, ты не о событиях говоришь, ты рассказываешь о человеке, ты рассказываешь историю, и она, конечно, эмоциональна, поэтому ты создаешь это настроение. Ну вот. Но это создается за счет языка журналиста или за счет прямой речи героев? Это может быть и прямая речь героев, и детали в отдельной, это может быть и язык журналиста, но без оценок, без каких-то прямых эмоциональных штампов, да. Окей, то есть если мы говорим о трех ситуациях, что это было? Инфотеймент, истории. Ну, в новостях это тоже может быть, ну, слушайте, ну вот у нас была вот совсем древняя история, первая наша девальвация, 2009 год, да, 2 января, с новым курсом. У нас был такой заголовок, ну и там какое-то продолжение, ну это же эмоция, да, ну это было прикольно, то есть оно как раз соответствовало моменту, наверное. У нас на главной есть такие плиточки маленькие иногда, когда что-то происходит очень крутое, мы делаем одну большую, объединяем это все. Это была победа до Мрачевой в Сочи, вот. Ну вот спорт, наверное, то, что там может объединиться, вот это было круто. Там была, там супер эмоция какая-то была, я не помню заголовка, но это была какая-то бомба эмоциональная. Это примерно так же. Если у нас ребята пишут обзоры телефонов, и им очень нравится телефон, но они не будут писать там, вау, какой крутой телефон, будет идти обзор, в конце поставят ему оценку, все, выкатываете. Окей, но если буллетпоинтами мы обозначим ситуации, в которых возможно использовать эмоции в медиа, то что это, кроме спорта? Ну вот то, что Марина говорила, наверное, то же самое. Какие-то громкие-громкие вещи, которые не могут оставить равнодушны. Но по поводу инфотеймента, я не знаю, просто насколько он у нас есть, и что мы вкладываем в это понятие, поэтому вынесу его за скобки. Ну я вот сижу, просто думаю, так пытаюсь анализировать еще. Опять же, вот Марина, за Марину цепляюсь сегодня весь день. Марина говорит, вот у нас на картинке, да, одну картинку поставишь, как бы, в новости или в заметке, и она уже начинает на эмоции играть. Вот если посмотреть у нас, то есть нас в новостях такое просто не покатит, потому что вот у нас в новостях иконки. Вот как мне иконками, грубо говоря, зацепить человека, то есть визуал уже выключаю, да, ну и понятное дело, что я начинаю в том числе эмоции включать из-за того, что мне нужно человека привлечь. А плюс еще потом это пойдет в соцсети, а в соцсети есть вот присутствующие все тут, да, со своими сниппетами и так далее, которые тоже уже начинают просто в один весь сливаться. Ну то есть моя же задача притянуть внимание. То есть поэтому, ну, здравосмысл как бы это наше все, по большому счету, но эмоции, где они вполне себе и в том числе помогают человеку принять решение кликать или не кликать, ну давайте включать. То есть для меня то, что Домрачева стала чемпионкой, это не новость, да. Ну в смысле она новость, конечно, но вот для меня лично и для нашей редакции это ощущение, ну, и окей. Видели мы на своем веку много всяких чемпионов, и чего в этом так вот прям вау. А книжка у нас не каждый день. Да, книжка не каждый день. Допустим, вот когда Алексеевич стала Нобелевской лауреаткой, да, мы написали «Фантастика». Потому что, блин, если бы я написал «Алексеевич стала Нобелевской лауреаткой», я вас вот прям вот умоляю, но, к сожалению, судя по всему, народ до сих пор не знает, кто такая, ну, ладно, не большинство, но какая-то часть народа просто тупо не знает, кто такая Стана Алексеевич, как бы это стыдно не было, и да, ну, мне нужно, опять же, привлечь к этому внимание. Хотя бы словом «Фантастика», потому что, да, если я уже там напишу «Вау», ну, это будет, ну, явно уже пошлость такая. А если там что-то другое, ну, то есть там все, ну, вот нас тогда вот редакцию переполняло. Прям, если бы написали «Гордость», Алексеевич стал Нобелевскому. «Фантастика» тоже «Фантастика» на самом деле такое, слово не «Фонтан», это факт. Кстати говоря, про книжки и ужас, белоруска показала малюнки с книги, я кое боялась о дятинстве. Гэта жах. Да, вот это, ну, во-первых, это новость или нет? Вот я бы, честно говоря, на вашем месте. А давайте проголосуем, кто считает, что это новость. Поднимите, пожалуйста, руку, присутствующие в зале. Мне кажется, даже смешно. Павел считает, что это новость. Павел… По-моему, один. Слишком лояльная аудитория, кстати, долго, чтобы считать как-то по-другому. Ну, понятное дело, это не новость, это как бы интересный факт. Причем, опять же, вот тоже, если мы посмотрим в газетах, в такие вот вещи, печатали на последней странице в рубрике «Смешинка», да, я помню, в «Пионерской правде», по-моему, такая была рубрика. И это было как бы, не надо как бы вот закатывать глаза и говорить, тоже, как это может вообще попадать в новостную ленту. Ну, во-первых, новостная лента – это вообще все относительно, да. Во-вторых, как бы мы говорим, опять же, о том, что мы, да, все сейчас общимся по полю инфотеймента, и это в том числе, ну, на «Just for fun». Мы специально когда-то заводили не рубрику, а подрубрику для новостей, которые уже вот просто, боже, такое публиковать, как новость, но это уже, извините. Но на самом деле это либо так смешно, либо так жутко. Мы просто придумали подрубрику «Мед Минск», «Сумасшедший Минск». И все, как бы мы просто ставим «Мед Минск», точка, и там «Женщина помыла кота в машине», да, или «Мед Минск», «Женщина помыла, ну, наверное, ребенка в машине». Кот помыл женщину в машине. Вот, идеально. Ну, и такой типа, что? Боже, зачем это вообще публиковать? Ну, ребята, мы просто отображаем то, что вообще с вами в обществе происходит. Сергей, я хочу спросить, а вот сколько, на самом деле, вот в процентном соотношении у вас таких новостей в новостях из рубрики «Смешинка»? Нет, у нас такого как бы лимита, да, то есть, ну, что пришло и что мы посчитали нужно. Опять же, вот у нас в последнее время, мы так стараемся, ну, есть уже у коллег, мы все, не ставим тогда. Ну, просто тупо, ну, что-то, что-то. Вот это, не, опять же, вот тут про смыслы, да, это бессмыслица. По большому счету информационная бессмыслица. Ну, вот если вот так положа руку, зачем ее умножить? Да, мы написали, опять же, у нас есть рубрика, допустим, веселые картинки каждые выходные выходят, но это рубрика, это не новости. Там, опять же, такие вот смешинки, ну, людям это нравится. С другой стороны, чисто социологического пункта погляду, это, опять же, про то, а что мы есть и здесь, и сейчас. То есть, через 10 лет, я люблю всем повторять, через 20, через 30 студенты там будут, историки, изучать вот по таким, в том числе, свидетельствам эпохи. Они будут эпоху эту изучать. Вот, что, типа, навел страх, а там человеку 20 с чем-то лет, она до сих пор не может позабыть. А почему? Опять же, что-то с тревожностью связано, давайте пороемся. А что и как? То есть, эта пища еще будет для историков. Это тоже, как бы, ну, знаете, не пафос, это просто, я знаю, потому что я, собственно, сам тоже люблю рассматривать старые фотографии, и мне мало интересно рассматривать здание. Мне намного интереснее рассматривать репортажные снимки, где человек в носу ковыряется, рот открывает, или ходит в какой-то модной или не модной до того времени одежде, потому что мне нужно составить представление об эпохе. Там три буллет-поинта. Всегда. В каких ситуациях, да. Всегда можем пользоваться эмоцией в медиа? Ну, к месту. И все. То есть, к месту. А что это за место в редакционных мануалах прописано? Все, откроем мануал, к месту, к месту, все, можешь использовать. То есть, тест исключительно вкусовой, зависит от кайдлайнов редакции. А тут еще, я уже прошу прощения, что еще и настроение редактора тоже играет. То есть, если автор, там, новостник пишет эмоцию, а у тебя сегодня плохое настроение, ты понимаешь, что это какая-то чушь, ты скажешь… Смешим. Да, не смешим. То не может быть. Знаете, ну, я так сидел, думал, какие эмоции нельзя выносить. Наверное, если эмоция превращает заголовок в какой-то кликбейт, да. То есть, она выносится эмоция ради того, чтобы кликнули, зашли и почитали. Хотя тоже тут, вот для Комсомольской правды, в всяком случае, тут тоже сложная схема, потому что у нас, по сути, два медиа, да, есть газета и есть сайт. На сайте это недопустимо, в газете это допустимо, потому что, ну, разный способ потребления медиа, да. То есть, газету ты идешь, покупаешь за свои деньги, отдаешь деньги, ты ее берешь в руки, и ты получаешь комплексное решение, когда у тебя есть заголовок, лид, фотографии и тут же текст, да. Тебе не надо кликать там и отдавать, условно говоря, там свой клик, свой просмотр, ну, который там кто-то трансферует в деньги, да. Вы удачно продали бумажную версию газеты. Да. Вот, поэтому тут тоже на одном том же тексте, на одной и той же статье, на одной и той же новости могут быть разные заголовки у нас на сайте и в газете. Вот. Это первое, что нельзя, наверное, делать, где нельзя использовать эмоцию. И, наверное, надо очень осторожно, ну, всегда сейчас просчитывать, насколько эта эмоция твоя, которую ты выносишь в заголовок, насколько она соответствует, ну, там, всеобщему ощущению, да, насколько ее будут с тобой разделять. Если вот редакция Стедок уверена, что книга вау, так, ну, так слава богу. И они уверены, ну, не только редакция уверена, что книга вау, они уверены, что для их читателей это тоже книга будет вау. Поэтому они это спокойно ставят в заголовок и не парятся по этому поводу абсолютно, да. Если это только твое мнение, что книга вау, и ты не уверен, что для остальных, там, ну, пусть даже 50% читателей это вау, ну, наверное, не стоит этим злоупотреблять и это использовать в заголовке, а как-то надо нейтрально это обойти. Просто у вас аудитория может быть более разнообразна, чем на Ситидок, поэтому кому-то и вау, кому-то и не вау, а вы должны отвечать всем. Я не оцениваю с своей точки зрения, мы со своей, да. Мы, может, про эту книгу вау не пишем, конечно, но эмоции в заголовках бывают. И опять же, если мы немножко уходим в разные стороны, да, то вот Марина начала говорить про людей, про людей, естественно, но это не новости, да, это другой вообще формат, другой жанр, и там без эмоций, ну, никак, да, если мы пишем про кого-то классного человека, который сделал какую-то классную вещь или занимается чем-то там, не знаю, там, женщина похудела на 50 килограмм. Ну, так вау, ну, в конце-то концу. Конечно, вау. На самом деле. У меня был вопрос по поводу соцсетей. Вот совсем недавно я смотрел довольно любопытные лекции Андрея Коняева, издателя «Н плюс один», это такое большое российское издание о науке, и он там говорит, что соцсети убивают медиа, потому что мы вынуждены по какому-то злому року воевать за интерес не только со сном людей, но и с сообщениями в социальных сетях о том, как мама отдыхала в Турции, или посмотрите, какой вкусный у меня обед. То есть материалы, которые журналисты готовят зачастую много месяцев, вынуждены оказаться на одной полке рядом с фотками инстаграм-блогерши или инстаграм-блогера, которые делаются просто вот, типа, я пришел-пришла в кафе, сфотографировала еду, давайте подкинем мне лайков. Журналист воюет за такую же информацию, как эмоции работают в случае с медиа в соцсетях. Ведь если мы сравним заголовки того же белорусского спутника и инстаграм-белорусского спутника, кажется, что это там два каких-то совершенно разных издания, одно в космосе, где-то второе, ну, вроде как на околоземной орбите, да, ну, то есть не в столь глубоком космосе. Вот я хочу спросить, наверное, у Марины, начнем с Марины, каким образом Тутбай ведет себя в соцсетях и как вы фильтруете, что вы можете позволить себе в комментарии, если шарите свои новости, скажем, ВКонтакте, Фейсбуке, и как месседж там будет отличаться от того, что вы позволяете себе на сайте? Ну, мы тоже разные в соцсетях, то есть в разных, в инстаграме это может быть одно, на Фейсбуке другое, причем если ты понимаешь, ну, буквально там вчера, сегодня мы там с коллегами разбирались, почему вот эта новость оказалась на Фейсбуке, ее не стоило публиковать там, ее стоило публиковать только в другой соцсети. Вот, то есть ты понимаешь, что у каждой соцсети своя аудитория и работаешь для той аудитории, которая, в общем, является, ну, определяющей, наверное, для этой соцсети. То есть мы совершенно четко понимаем, что там в инстаграме молодежная аудитория, и это все, если ребята подписаны на Тутбай, это наши ребята, и мы должны с ними общаться на их языке. Там в Фейсбуке это другая аудитория, и там мы сообщаем другой, ну, другой месседж от Тутбая, да, или там новости у нас совсем по-другому подаются. Ну, или там не совсем, потому что есть новости, которые обязательно, например, для всех соцсетей, если они важны, да, но какую-то часть новостей ты не даешь на Фейсбуке, какую-то часть новостей ты не даешь в Инстаграме. Если говорить об эмоциях, вот комментарий может быть один, да, в заголовке, в заголовке новости, скажем, в сообществе, и совершенно другой тональности будет заголовок на сайте. Конечно, в соцсетях ты можешь себе позволить чуть больше похулиганить, но при этом все равно не стоит перегибать палку, потому что есть такие, в общем, вещи, на которые, ну, вот, которые там разделяют аудиторию, в общем, тут важно, вспоминаем там 2014 год, Россия, Украина, оп, вот это такой определяющий момент. И тут ты понимаешь, насколько все вот эти детали имеют значение, да, что лучше, ну, в таких новостях, в таких темах определенно себя сдерживать, да, если хочется похулиганить или сказать, там, дать свою оценку, например, или там бывали у нас такие случаи, когда редактор, который работает в соцсети, начинает там, ну, выражать, то есть он начинает путать, начинал, сейчас мы, надеюсь, такого у нас уже нет, то есть он начинает путать свой, выбирать свою страницу с, ну, с нашей тутбаевской, да, с корпоративной, да, и вот тут надо, конечно, жестко это все пресекать, но определенно, если речь идет о развлечениях, то тут можно уже разойтись, там, и картинки показать, посмотреть и написать и так далее, вот, ну, разница определенно есть. Даже ты на своей личной странице не можешь хулиганить, потому что у тебя написано, что ты тутбай, например, да, если ты не публичный человек, то, в принципе, ты можешь разойтись и там выражать свои эмоции, раздавать оценки и так далее, но здесь мы видим, как наша Нива, например, здорово делает заметки из простого поста в соцсети того или иного человека, да, вот, поэтому, конечно, ты всегда должен чувствовать ответственность, что ты несешь информацию в массы, и вот эта вот твоя подводка, подводка, она может быть интерпретирована по-разному. Ну, и СММщик, медиа, будет журналистом, несет ли он ответственность наравне с журналистами в такой ситуации или нет? Ну, в этой ситуации он как раз гораздо больше ответственность несет, получается, потому что он является представителем редакции в этой соцсети, да, то есть журналист, он свое слово сказал, а СММщик, он от его неосторожного, одно неосторожное там его слово, неосторожный комментарий может очень сильно повредить, ну, во-первых, исказить информацию, во-вторых, повредить имиджу, да. Ну, должны быть стандарты для СММщиков в соцсетях, если мы говорим о медиа, настолько же жесткими, насколько они жесткие для журналистов, то есть должны ли мы поддерживать баланс мнений и объективность, если мы содержим СММщика в своем медиа и при этом позволяем ему вести себя не как журналисту, таким образом транслируя другую точку зрения. Ну, скажем, СММщик может больше себе позволить в плане языка, там, неформального общения, там, какого-то жаргона, может быть, даже, да, но если речь идет об оценках, то, конечно, СММщик несет здесь, здесь уже хулиганить и там заходить за красную черту нельзя ни в коем случае. Ну, потому что это, я не знаю, там, но это наша позиция, там, если взять, например, ку-куф, да, у них, скорее всего, будет другое к этому отношение. Ну, просто мы уже, во-первых, объективно мы понимаем, что в важных вещах, фактах надо оставаться точным и не переходить грань даже в соцсетях, да, а во-вторых, мы уже на собственном опыте убедились там из-за неосторожных каких-то телодвижений, там, я не знаю, или там уставший редактор позднее время, или там не дочитал новость до конца, всякое бывает, человеческий фактор. Мы уже наступали на грабли на эти, поэтому хотелось бы в дальнейшем избегать таких ситуаций, поэтому в соцсетях, в принципе, хулиганству тоже есть предел у нас, во всяком случае. Я знаю, что в соцсетях мы двигаемся со скоростью, которая разрешена в этих соцсетях. Эта скорость может быть другая от сайта. В группу Viber нас ведет журналист с одним из лучших и тонких чувств юмора в компании, и эмоций в заголовках там столько, чтобы лечь на дно в любом вашем рейтинге, наверное. И это очень здорово, группа растет, и факапов не было как-то, несмотря на то, что три человека у нас, по-моему, занимаются разными соцсетями, у кого душа как лежит, это совмещение, это совмещение с работой. Ну, то есть в соцсетях можно позволить себе определенную избирательность? Мне вот одна такая хорошая мысль пришла, может, она немножко поможет привести в порядок. В эмоциях, я за эмоции, я не вижу в них ничего плохого в целом, а в эмоциях очень важно быть постоянным. Если мы вот над этим можем посмеяться, поэтому мы грустим, а это с иронией, то надо стараться вот как-то вокруг этих столбиков, ну, не шарахаться, потому что если вы в эмоции, у вас там кража, она то ужасная, то сме... кража — это плохое, давайте газ какой-нибудь, это там то трагедия, то ирония, то сарказм, то еще что-то, и вот это вот все запутывает, вот это бы бесило меня как читателя. Понятно, что как бы есть разные соцсети, разные стили соцсетей, там их ведет один человек, пытается там быть веселым и там, и там, и там. А где-то и находчивым. Да, где-то и находчивым. Ну, то есть понятно, что если мы что-то ляпнем, ну, такое вот прямо ляпнем, то несколько раз такое было, и, ну, там уже и отписки, и там проклятие, и обещание написать именно информацию, в милицию, ну, то есть это же тоже... и имеют право, главное, и главное, это может получиться у них. А какой факап вызвал больше всего гнева и проклятия и ваш адрес? А не хитрик. То есть когда она сказала, ну, ты сделала такой камин-аут, что у нее обнаружили онкологию, мы сделали из этого новость, и в соцсетях просто тупо вот неудачно, не то, что там... там не было ни шуток, ничего, просто зная человека, который это писал, я понимаю, что человек просто, а, слишком молодой, чтобы понять вообще проблему, б, ну, просто не подобрал, и я просто видел, как человек мучительно подбирает слова, то есть мы пост меняли, по-моему, три или четыре раза, в итоге мне это все надоело, я написал просто сам извинительное письмо, ну, потому что действительно там, ну, это уже попахило просто какой-то трошняком, и просто все это делалось совершенно не со зла и совершенно не с какими-то намерениями, а просто потому, что человек... ну, вот то, что называется, вот жизнь еще не пооптрепала человека, да, и человек просто не знает, как вот в таких случаях себя вести, что лучше там промолчать, чем говорить всякую... на его взгляд, кстати, совершенно не чушь, а в другой ситуации совершенно нормальные слова, но в этой ситуации они были, ну, абсолютно не к месту. А после этой ситуации вы как-то пересмотрели свои гайдлайны в работе СММщика, либо все осталось так же, как было? Во-первых, у нас гайдлайнов как раз по СММу нету, то есть мы их не пишем, но я считаю, что их можно прописывать совершенно спокойно, там можно каждой из сетей требования выставить, ну, просто начиная от того, что описать аудиторию нормально и описать просто, то есть чтобы это было описано, а не там лазить в закладке там аудиторной и смотреть, кто она, то есть чтобы у тебя перед глазами всегда было, чтобы ты понимал вообще, с кем ты общаешься. То есть, когда это делает один человек, это очень сложно, то есть когда разные люди занимаются разными соцсетями, то есть, ну, очевидно, что этот человек заточен туда, это туда, это туда. А тут тебе просто, ну, фактически, де-факто же, мы говорим о том, что мы делаем четыре там, ну, по количеству соцсетей и мессенджеров или пять, шесть, семь медиа, то есть просто ты переупаковываешь. То есть это, ну, СММ, это что же уже не про 2020 год, это уже, ну, извините, 15-й год где-то, а 20-й год ты реально должен смотреть, как это подать, как, грубо говоря, сделать рерайт, рерайта новости для данной сути идти. Но СММщик имеет право на эмоции? Да, да, почему нет? Ну, то есть, опять же, если… нам главное, как бы, чтобы это не задевало… то есть вот в этом смысле, наверное, да, вот есть свобода, да, твоя личная и есть интересы других людей и общества. То есть, когда ты начинаешь переступать, можно совершенно любой картинкой, можно мемом, словом одним тупо, одним местоимением, одним там охом-ахом, вот как с Аней было, да, в этом кейсе, то, ну, понятно, что тут уже все, то есть надо уже говорить «но-но-но-но-но-но-но-но-но-но». Спасибо. Андрей, как у вас? Ну, смотрите, ну, так же, как мы описали правила работы, правила того, как мы действуем, ну, для медиа, да, точно так же существуют правила для каждой соцсети, да, какие-то допущения. Эмоции там, там, они более возможны и более уместны, но все равно есть какие-то границы, мы стараемся занимать какое-то среднее положение, да, есть… вы сами по своей ленте видите в любой соцсети, да, есть там абсолютно унылые типы, которых не хочется ни читать, ни открывать, есть там фрики, которых тоже хочется удалить нафиг с друзей, да, и никогда больше их не видеть. Ну, не надо уподобляться ни первым, ни вторым, да, держать, ну, мы стараемся держать какую-то золотую середину, вот, но эмоции там, конечно, важнее, чем на сайте медиа. Ну, тем более, что всегда, все же как, соцсети-то уходит там с виджетами, да, с заголовками, с картинкой, поэтому это друг друга как-то может компенсировать, нивелировать или дополнять наоборот, да, поэтому тут читателю ему проще сделать свой выбор, идти дальше, читать это, либо не читать это, вот, а, допустим, в мессенджере там еще другая картина, потому что вы же видите ленту, и у вас одно медиа перед глазами, да, если в ленте, там, в фейсбуке, вы видите разные, у вас перемесиво идет из постов личных, там, фотографии, медиа разных, таких всяких, пятых-десятых, то в мессенджере у вас одно медиа, и там как раз важна вот эта стилистика, если уже вот там ваш юморист онлайн разадал тон, да, так он и должен в этом тоне уже держать эту ленту, чтобы люди не открывали, так и не понимали, что это, да, вчера было вот так, а сегодня совсем по-другому, нет, должна быть стилистика, должна быть какой-то стандарт, ну, примерный, там, он должен придерживаться, да, и эмоции сможешь начать выдавать, так, ну, выдавай дальше, не останавливайся на этом. Вот тут загадывали про зашкварные заголовки, я адразу прыгадаў заголовок про тых, кому проиграли Азаренка и Сабаленка, вы за такие заголовки проводите некую тумачальную працу, я не веду, по руках, но вот это для мене якраз такі хрестаматы, наприклад, того, што заголовку эмоция крутая, да, вот зацепачка. Во-первых, это не эмоция, значит, история в том, что Азаренка и Сабаленка приблизительно одновременно сыграли на Азаренопен матч и проиграли, и проиграли лесбиянка. И в чём здесь смысл, да, дело в том, что однополые отношения в спорте и открытые однополые отношения в спорте, это на самом деле какая-то особая история, да, просто, ну, можно себе... представить, что это совсем не то, что, там, например, в обществе, там, я даже не говорю там про белорусское обществе, говорю в целом, в цивилизованном обществе, да, значит, здесь совершенно другая история, и поэтому, ну, если кто-то там читал эту заметку, там, дочитал её до конца, там, гомофобный, ну, какой-то руководитель этой теннисной даже не ассоциации, ну, какой-то там чиновник от тенниса, да, то есть это очень драматичная история, и как раз вот эти теннисистки, которые сделали камин-аут, их, по-моему, и было всего-то в две в текущем, по крайней мере, теннисном туре, да, вот. Это особая история, именно поэтому здесь рассказывается об этом, поэтому это нетипичная история, мы не обращаем внимания на это только потому, что, вот, посмотрите, вот, ха-ха-ха, как смешно, ну, блин, это бред. Можно маленький комментарий? Я перед тем, как сегодня прийти сюда, задал вопрос об эмоциях в новостях своим старшим коллегам из разных международных изданий. Я бы назвал этих людей представителями старой школы, да, то есть мы тут все такие digitalized молодые, есть люди, которые работали или работают в журналистике, но значительно старше, чем все присутствующие, и мы пришли к заключению, что есть три ситуации, когда журналист в новостях может позволить себе эмоцию. Первая ситуация – это ситуация, в которой журналист дает прямую цитату своих героев, то есть эмоция, которая идет напрямую от людей, с которыми случилась неприятность или, наоборот, произошла какая-то радость. Вторая ситуация, когда журналист может позволить себе эмоцию, она относится больше к телевидению, это ситуация, когда журналист находится под обстрелом в прямом эфире или в псевдопрямом, и прямо сейчас вот происходит событие, от которых может зависеть жизнь или смерть этого человека. Классный кейс – это история с Тимуром Олевским, когда он делал прямые включения для телеканала «Дождь» во время Майдана в 2014 году, и там происходят вот эти все перестрелки, драки между протестующими и полицейскими, и там, как мне кажется, журналист имел право на эмоцию, потому что вот он находится прямо в этой ситуации, где он может погибнуть. Третья ситуация – это когда журналиста бьют в прямом эфире, то есть в такой ситуации, наверное, сдержаться сложно, и тут ты имеешь право на эмоцию. Все остальное, когда это дело касается новостей, таких вот hardline старой школы, журналист не имеет права на эмоцию. Я не знаю, согласны вы с этой точкой зрения или нет, но мне кажется, что это вот именно в том, что касается новостей, довольно так обстоятельно закрывает все возможности для журналиста, когда действительно можно проявить эмоцию, если речь идет о новостях. Смотрите, например, в «Золотые времена» газеты «Коммерсант» у них было основное правило, что ваше мнение как журналист никого не интересует, вы не должны давать ни оценок, в общем, оставьте свое мнение при себе, такое было правило. Но я думаю, что никто не будет отрицать этот факт, что то, что делал «Коммерсант», особенно в «Золотые годы», оно вызывало эмоции, даже без оценок. И считаете ли вы, что это время от времени, во всяком случае, такое самооправдание, либо редактора, либо журналиста, либо медиа, как институции, что да, мы позволяем себе эмоции, потому что эмоции привлекают читателя. Но мы не делаем так, чтобы у читателя эмоции вызывались не когда ты ему в лоб тыкаешь, посмотри это плохо, или посмотри это хорошо, а более, скажем так, трудным путем. То есть не читаете ли вы то, что это отчасти бывает оправдание у журналиста, что я использую эмоции для того, чтобы достучаться до эмоций читателя. Таков вопрос. А не могу достучаться до эмоций читателя через то, как я подойму ему фактическую информацию. В большинстве случаев есть какие-то стандарты, такие даже не классические, которые, может быть, меняются. Вот Марина приводила пример. Раньше не выносили прямую речь в заголовке, сейчас выносят, выносят эти эмоции. Ну выносят, слава богу, народ читает. Условно говоря, все побежали, мы побежали. Все в другую сторону побежали, мы в другую сторону побежали. Потому что все на одном рынке довольно узкие. Сергей тоже правильно сказал. Рынок очень узкий, очень маленький. У нас нету там слева никого, условно говоря, там настоящая желтая пресса, которая там просто такая трешак. Там экспресс-газеты, спид-инфо, условно говоря. И с другой стороны, нет там такой популярной массовой какой-то серьезной прессы, бизнес или политической какой-то. Ну нет, мы все в таком узком котле довольно варимся. И поэтому было классно, когда были заголовки без эмоций, и люди сами такие читали и говорили. Ну может быть, знаете, как было такое, человек приходит на работу, стол такой три на три, газета формата А2, он ее открывает. И там сухие заголовки, он такой начинает эмоции, сам себя разгоняет, чай попивая, закусывая сахарком. Ну может, да. Сейчас время другое. Быстро дал ему эмоции, он ее схватил, понравилось, копнул глубже. Еще эмоции своих нахватался и побежал дальше читать следующее. Поэтому я тут проблемы не вижу и не вижу вообще даже, ну, о чем тут говорить. Мы, если бы мы могли и умели, мы бы в стихах писали новости, выбивая эмоцию любую. Ну, конечно, это, да, для этого нужен талант, у нас нет, мы не пишем новости в стихах. Эмоцию текстом выбивать, наверное, это длинные истории, это лонгриды какие-то, которые могут люди не дочитывать не всегда. Потому что, да, есть быстрые штуки, фастфуд, мы можем, ну, как угодно назовем это новостной. Журналист же, как правило, он не передает, не навязывает свою эмоцию. Он может передать чужую эмоцию, а свое он может как раз передать мнение. Потому что журналист, допустим, в каком-то вопросе уже выступает как эксперт, мы пишем, что это там мнение такого-то человека, вот, посмотрите на его портреты, у него какие-то заслуги, и вот он как специалист разбирается в этих вопросах. Супер субъективная история, но он имеет право на это, потому что мы считаем его в этой сфере экспертом. Но это не эмоция, это всего лишь мнение. Я вот как журналист той самой старой школы, которая здесь упоминалась, хочу напомнить, где-то в 60-е еще годы профессором Костомаровым была разработана теория сочетания стандарта и экспрессии в журналистике, где говорится о том, что есть информационный блок, ну, это как дом, вот он состоит из каких-то блоков стандартных совершенно, то есть вы доносите информацию, но эта информация чем-то еще, какими-то экспресс-семами делается такой, чтобы она была привлекательной, да? А какого характера эти самые экспресс-семы, там заголовки, там еще что-то, еще что-то, это вопрос культуры, личной культуры журналистов, вот только и все. Спасибо. 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 Спасибо.